На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. В чемпионате страны по мини-футболу стартовала игровая программа 17-го тура. Светлогорск на выезде со счетом 1-2 уступил столичному дорожнику. Гомельская команда ВРЗ на своем паркете встречалась со столичной охраной Динамо. Милиционеры во многом сами помогли хозяевам добиться нужного результата. Вячеслав Быковский, сменивший его Дмитрий Зюсько, не без ошибок действовали на последнем рубеже столичной команды. Что и сказалось на счете. К перерыву на табло горели цифры 4-0 в пользу ВРЗ. В составе хозяев отличились Григорьев, Рогачев, Клочко и Рябцев. Во втором тайме вагоностроители играли по счету. Внимательно оборонялись и делали ставку на контратаке. На 33-й минуте гости вновь ошиблись в пользу соперника. Александр Редьков после прострела Вячеслава Григорьева переправил мяч в ворота своей команды. После пятого пропущенного гола милиционеры заменили голки пера на пятого полевого. Однако до голевого удара дело так и не дошло. 5-0 и ВРЗ побеждает. Благодаря победе вагоностроители возглавили турнирную таблицу. Однако все может измениться уже сегодня. Столица в рамках 17-го тура играет с Борисовым 900. Лид Сельмаш и Витен свои матчи проведут завтра. Машиностроители дома играют с гомельской БЧ. Энергетики на выезде с Могилевским фортом. Гомель принимал сразу два важных республиканских старта по легкой атлетике. Это чемпионат Беларуси по многоборьям и кубок страны по легкой атлетике. Чемпионкой Беларуси по многоборью стала гомельчанка Яна Максимова. Еще одна представительница нашего региона Диана Рабкова не смогла завершить соревнования из-за повреждения. В состязаниях мужчин гомельский регион представлен не был. Золото здесь выиграл Виталий Жук из Гродненской области. Кубок по легкой атлетике – это репетиция перед чемпионатом страны, которая с 16 по 18 февраля состоится в Могилеве. По итогам этого старта определится список спортсменов, которые отправятся в английский Бирмингем, где в начале марта пройдет чемпионат мира по легкой атлетике в закрытых помещениях. Некоторые атлеты обеспечили себе путевку на мировое первенство уже по итогам Кубка страны. Сегодня уже показаны нормативы высочайшего уровня, где спортсмены отобрались на планетарный форум. Однозначно можно сказать, что мы с оптимизмом смотрим на зимний сезон и с ожиданием, таким волнением хотим сдавать экзамен в Берлине на чемпионате Европы летнем, где, я думаю, легкая атлетика должна выступить очень достойно. В общем зачете Кубка Беларуси по легкой атлетике команда Гомельской области заняла третье место. Победили спортсмены из Гродненского региона. На второй строке расположилась Брестская область. В личных соревнованиях у гомельских спортсменов три золотые награды. Юлия Костючкова выиграла забег на 400 метров. Артем Бондаренко был сильнейшим в тройном прыжке. Статус лучшей прыгуни в длину в стране подтвердила Ольга Сударева. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.